Друзья, привет! Я сегодня в Киеве на Болоне и хочу вам показать один дорожный элемент, который мы давно хотим реализовать в городе, о котором говорим в соцсетях, но вот в живую я, честно говоря, его так близко еще и не видел. Смотрите, это вот пешеходный переход, который совмещен с лежачим полицейским. Причем здесь такая ситуация, что вот за 6 метров до него обычный лежачий полицейский, потом этот пешеходный переход поднятый и через 6 метров еще один лежачий полицейский. Я, честно говоря, нормативную базу такого решения не знаю. Возможно, это все делалось в разные временные отрезки. Сначала вот эти, потом тот. Но вот само по себе решение такого приподнятого пешеходного перехода это удобно. Я успел поговорить с проходящими, с местными жителями и говорю, да, действительно удобно. Можно спокойно сойти, не спускаясь на проезжую часть и перейти пешочком или с коляской. Коротко о технической части этой затеи. Высота всего перехода, как вы видите, ровно в высоту бордюра, там без двух сантиметров. Это примерно 15 сантиметров всего. Глубина его, ну то есть ширина, около 6 метров. То есть, в принципе, автомобиль целиком помещается на такой пешеходный переход. И на все скорости, если сюда влетит, как минимум там не улетит он на обочину, не перевернется. Но невольно автомобиль, конечно, замедляется. Плюс это все установлено на нерегулируемом пешеходном переходе. Наверное, устанавливать это на пешеходный переход, где есть светофор, немного бестолково. На нерегулируемом, да, это имеет смысл. Ну и главная проблема подобного решения – это водоотвод. Здесь уже после реализации такого пешеходного перехода были сделаны дополнительные колодцы ливневой канализации здесь и вот там. Иначе этот пешеходный переход просто блокирует проток воды и она блокируется либо с той стороны, либо с этой стороны. Здесь же с каждой стороны своя ливневка. Возможно, еще альтернативное решение, когда не доходит этот пешеходный переход до бордюра. Остается примерно 15-20 сантиметров такой провал до уровня проезжей части, который закрывается такой дренажной решеткой. И тогда вода вдоль бордюра свободно протекает в одну либо в другую сторону. На оболоне конкретно таких пешеходных переходов, совмещенных с лежачим полицейским, уже достаточно много. Проезжаются они действительно мягко, если притормозить. Я не пробовал пролететь их на всей скорости. Наверняка это будет не очень комфортно, и подлетишь на автомобиле. Но даже по сравнению с обычными лежачими полицейскими, это совершенно другая мягкость. Потому что на некоторых лежачих полицейских в Славутиче, вот эти желтые холмы, там в Рижском, в Киевском, да, там надо сбрасывать скорость очень сильно, иначе есть риск прям хорошо дюкнуться колесами и выбить себе часть ходовой. Вот вам наглядный пример, как этим пользуются люди с ограниченными физическими возможностями. Как говорят местные жители, единственное неудобство от этого приема – это вибрация и звуки. Да, казалось бы, но это проблема. Когда крупная грузовая машина притормаживает здесь, либо налетает на такой пешеходный переход, не зная, что здесь есть, то это все происходит очень громко, а порой, если это тяжелая фура, то такая вибрация, что прям слышна у людей в квартирах. Да, это минус, но в масштабах Славутича это не проблема. Поэтому, я думаю, нам все-таки надо собраться силами, найти правильное место для такого приема и реализовать его. Все, пока!